Здравствуйте, дорогие гайчане! 76 лет назад, 22 июня 1941 года, в тихое, безмятежное утро, когда вся страна спокойно спала, фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, военным частям и многим городам на глубину до 300 километров от государственной границы. В этой войне, длившейся 1418 дней и ночей, наша страна потеряла более 27 миллионов граждан. В фашистском плену оказалось около 6 миллионов человек. За годы войны фашисты разрушили 17 тысяч городов и поселков, стерли с лица земли 70 тысяч сел и деревень, уничтожили 32 тысячи предприятий, они убили 4 миллиона детей. 13 миллионов детей осталось без родителей. Прошло 76 лет. Меняются поколения. Уходят от нас ветераны. Но память вновь и вновь собирает нас у памятников, у обелисков, у братских могил. Сегодня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения всем, кто ценой своей жизни заплатил за наше счастливое будущее. Сотни траурных свечей зажгутся сегодня в разных городах и селах нашей страны. Мы сегодня тоже зажжем свечу памяти в честь тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, и кто дошел до Берлина. Ольга Киевская. Баллада о матери. Сорок первый. Год потерь и страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первый шел постарше, темно-русый. Все при нем и силушка, и стать. А за ним второй. Пацан без усы. Слишком юный, чтобы умирать. А за ними, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немцу умоляла. Найн, твердил он важно, а расстреляет. Нет, она просила. Пощадите, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте. Но в живых оставьте сыновей. И ответил офицер ей чина. Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем, сына. Кто тебе милее выбирает, как смертельный этой круговертии ей спасти кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последыш обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала. Кто дороже, кто милее ей, взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу, мук таких сынов перекрестила и призналась фрицу, не могу, но а то отстоял, не пробивая, с наслаждением и нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виноват, улыбаясь, младшего груди своей прижал. Брат, спасайся, но я останусь. Я пожил, а ты не начинал. отозвался младший. Нет, братишка, ты спасайся, ну что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, а я не жил и не стоит начинать. Тут учтиво немец молвил, битте, отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловица и махнул перчаткой. Расстреляет, ахнули два выстрела, и птицы разлетели с дробно в небеса. Мать рожала мокрые ресницы и глядит на сыновь во все глаза, а они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слон. Давайте представим хоть на минуту, как это было, когда объявляется война, когда объявляется мобилизация. И вы знаете, что через день, через два нужно провожать на войну, на фронт отца, мужа, сына, внуков, детей, не передать. наверное, видели документальную хронику, когда отправляли воинские эшелоны на перроне, на вокзалы. Люди рыдали, действительно, провожая детей, своих родных на фронт. практически знали, что с некоторыми, а может и со многими, они больше никогда не встретятся. И сегодня, вот зажигая свечу памяти, мы подчеркиваем, что мы помним, мы скорбим, и наша задача передать молодому поколению вот это ощущение и победы. Мы знаем, что русские войны не боятся, но они не хотят воевать. Мы помним, мы скорбим. мы выкладываем молот на это мальчик и поставь мне вот это муция большая. Я поделюсь. Куда? Куда? Да. Я поделюсь. А здесь варьера. Сюда идти давай. Прям варьер. Мы, ветераны, должны передавать из поколения в поколение вот эту значимость победы. Это патриотизм, который был и у советских людей. И не даром президент говорит сейчас именно о патриотизме, что мы должны любить Родину и передавать нашим молодым юношам, девушкам. Это уже должно быть традиционно и, естественно, это будет передаваться память об этом, должна передаваться из поколения в поколение. Это самый памятный, самый горький для всех россиян день. И, конечно же, мы не могли сюда сегодня не прийти и вместе со всеми не поскорбить и не постоять здесь. Потому что память, она должна жить вечно. Молодежь Гайского городского округа не должны забывать эти страшные страницы истории. Потому что забыть значит предать, предать тех, кто не вернулся. И я призываю всю молодежь участвовать в подобных акциях, не забывать эти страшные страницы истории. И я хочу, чтобы каждый год на такие мероприятия приходилось все больше и больше молодежи. Это мой муж. Это мой папа. Как его зовут? Иван Алексеевич Криханов. А это Салагуб Григорий Нестевич. Фотография с собой. Они у меня всегда с собой. Я их вожу. Это память. Вот в моей семье погибли оба деда. Один в 41-м, один в 43-м. И память о них я постарался привить своим внукам. Внуки мои тоже на этой акции. У кого нету прошлого, у того не будет будущего. Мы должны помнить о великой победе. Мы должны помнить о том героическом подвиге, который совершили наши предыдущие поколения. Чтобы имидж России, чтобы статус России в стране. Россия страна победительница. Поэтому мы должны поддерживать эту память и передавать ее с поколения в поколение. Мы должны помнить о этой великой победе.